Девушки и детьми 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 Конечно, это должен быть магический ящик, такой сундучок со сказками, с амбарным замком. В него можно класть, в частности, всякие арфовые причиндалы, типа ключа, тюнеры, мотка запасных струн и так далее. Плоскотрюкцев, кусачек, призажар и так далее. Вы еще скажете, что там на пильнике? На пильнике теоретически тоже может. Обычно я сама не занимаюсь доводкой арфы, для этого есть специально обученные люди, которые засовывают свою на пильнику туда, вот как гинеколог. И пиликать. О, и что, я начинаю записывать. И пиликать не только в том месте? Вот и в этом тоже можно. По большому. В любом месте внутри можно что угодно доводить пиликать, потому что иногда бывает, что, особенно у частных мастеров, ну, собственно, у фабричных арфов бывает, что приходят инструменты, ты, казалось бы, заказал его у мастера, заплатил большие деньги. У меня была такая арфа. И все очень красиво, залитый толстым слоем очень блестящего лака, сверху оно все блестит и сияет, как елочная игрушка. Потом ты заглядываешь арфы внутрь, видишь вот такое количество заусенцев, что покрываешься холодным потом, поскольку обратно в Канаду отсылать тебе не хочется, как-то накладно. Ты, соответственно, зовешь специально обученного человека, который приходит со всеми своими напильниками и прочими предметами, с ведром мастики специальной, потом заглядывает тоже и в нутро, долго ругается и долго обрабатывает все эти самые заусенницы, выравнивает плотность деки и так далее. Все это дело заливает мастикой и доводит инструмент до более-менее играбельного, приличного состояния. Чуть-то далеко не правдить в России это не делается, чтобы помнилижить. Нет, в России вообще не делается. Сейчас нет. А сейчас уже даже ответственные люди, которые делают? Нет, 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 нет. Люди с покровки, насколько я понимаю, они ушли в стагнацию и более о них не будет речи в этой саге. И слава Богу, скажем. Нет, насколько я знаю, есть пара мастеров, которые пытаются как-то частным образом работать. Да, Наташа? Есть такие мастера. Вот, да. Но они пока что, насколько я понимаю, они как бы в большей части методом научного тыка работают. Но это все равно, это не качество. По крайней мере, судя по тем инструментам, которые я видела. У меня это по Лапине как раз. Да, у тебя Лапинская армия. Вот расскажи нам, Ваня. Ну, она была вообще первая, которая нам сделала старшина. Она на самом деле до сих пор живет. Тебе повезло, у тебя рвите. Она была жива на игре. Ну, в рейлерстве это, конечно, большая. Это беда. Ну, вот у нас сейчас стоит такая одна из его производства по нашим, как бы, чертежам. Но инструмент вполне живой. Но против Лайн Хилли, против Сальди она проигрывает. Нет, ну это понятно. Это понятно. Это понятно. То есть, как бы, это как бы аналог... Ну, я не знаю, там, возьмите ленинградскую гитару и фюр какого-нибудь, да? На великодской гитаре можно играть? Можно. 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 Можно, конечно, конечно. Учиться без сомнения можно. Конечно. Ка-а-а. Учиться можно на любой арфе. Да, сказал Мерозик, да. Учиться можно на любой арфе. Главное, чтобы она строила. Главное, чтобы строила сама арфа. чтобы у нее не выпучивало вот эту вот деку под натяжением струн, потому что такие проблемы тоже бывают у неверно построенных арфа, они просто взрываются. Это очень страшно выглядит, когда взрывается деку Хиросима. И чтобы у нее, главное, встроили леверсы, потому что я помню, опять же, арфистка Нинго Вимичала, которая играла, насколько мне, до сих пор играет на пакистанской арфе, причем с паринного разлива, она одно время требовала, чтобы вся программа концертов, которые мы с ней играли, была построена в соответствии с теми тональностями, в которых они есть, потому что она не могла переключать тональности леверсами, они не строили, они не строили. Поэтому она говорила, окей, сейчас мы играем вот эти вот все вещи, которые в соль-мажоре, меня не напрягает, что это не соответствует темпу, динамике нашего концерта, но мы играем их все в соль-мажоре, потому что я настроила арку для соль-мажора. После чего у нас внезапно, например, должны были быть песни в ре-миноре, соответственно, в это время я натолкала в некую длинную какую-то историю, что-то рассказывала, пока бедная Нина с тюнером, значит, все крутила, все свои, у нее там было струны, у нее, по-моему, 28, все свои 28 струны она, бедняжка, крутила ключом. На мой взгляд, вот этот инструмент не считается играбельным, то есть для меня критерий, в данном случае, играбельности, он минусовой. То есть он не играбелен, не концертен, не судьим. Поздать купить новых? Ну, этого не не скажите. Задумайте, кто-нибудь там сейчас купит? Люди, представь, кто-нибудь купает, потому что люди знают уже, что это такое. Ну, да, 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 да. Ну, кстати, я даже не знаю, я даже не знаю, на чем играет до сих пор Гвомичава на кельтской арфе и на какой арфе она играет, я просто не в курсе. Нет, слава богу, что сейчас у нас есть возможность купить в России именно нормальные, такие, хорошего, нормального качества и ученического, и профессионального хабричной арфы. Слава богу. Опять же, понимаете, Россия это не совсем та страна, где растет любая древесина для арфы потребная. То есть, конечно, можно найти, можно найти хорошенькую, сухую резонансную ель в предгорьях Кавказа, можно найти ее где-нибудь на Алтае, но традиция обработки именно резонансной елочки, это, конечно, Италия, это, конечно, итальянские альпы, просто у них как бы есть не только культура сбора древесины, но и культура ее обработки. Вот такие вот пироги. Они не делятся? То есть, это... Ну, для этого нужно, понимаете, для этого нужно, чтобы в каком-то варианте была возрождена, там, не знаю, фабрика Луначарского, и там было бы очень много денег, и очень много качественных мастеров, которые хотят работать, и ни того, ни другого внутри этого нет. Так что... Ну, собственно... Ну, что, прекрасно, как раз, как раз резонанс с итальянской елочкой на итальянской арфе салью, и все с ней очень нормально. Чтобы не такого суппеть хорошенького. Веселого. Веселенького. Ну, как бы, песню немножко в другом жанре. Я всегда говорю, что кельтская арфа, в принципе, исключительно мобильный инструмент, на котором можно сыграть все, за исключением хроматической гаммы. То есть, хроматическую гамму на ней тоже можно сыграть, но очень медленно и печально. Это никому не нужно. Штучки подключают. Конечно. Конечно. Я просто не знаю, что такое хроматическое. Хроматическое? Хроматическое гамма звучит так. По полутонам. Гамма, которая состоит из полутонов. Вот такая гамма называется хроматической. Потому что в европейской нашей классической музыкальной традиции минимальная разница в звуковысокости – это полтона. В отличие от индийской музыки, которая доходит до развлечения одной восьмой тона. Но мы не индусы. Поэтому у нас различается полтона. Соответственно, леверсон арфи переключается в другую сторону тоже на полтона. И вся система тональностей в европейской музыке тоже построена по кругу именно полутоновых различий. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Так что у нас больше шансов именно привести кого-то из-за границы именно в рамках Фолкдея. Ну, конечно, конечно, очень было бы хорошо снова мою провести и снова что-нибудь с ней собираться спит. А хотелось бы что-нибудь с ними записать или это, например, можно? Ну, это, наверное, ну, как бы, наверное, это не наш материал должен быть, поскольку это я пою по-ирландски, по-английски, а не Моя пою по-русски. Вот, поэтому вопрос в данном случае, если он задается, то он должен быть с Харию к Моя обращаться. Ну, то есть я бы была всегда за, конечно. Почему мне нужна ваша песня? Какую? Ну, сочинить какую-нибудь песню. Ну, ваша какая-то песня? Люда, она стала, пошла, сочиняя песню. Да-да-да, искала и пошла. Ну-ка, быстренько. Ну, понимаете, я все-таки русский сонграйтер, отлично сказала, да? И мысли на русском языке. Мысли на русском языке, как бы я мыслю мелодикой русского языка и русского стиха. Ну, правда, я, конечно, у меня есть песни, созданные на тексты англоязычных поэтов, но я, честно говоря, даже, опять же, как бы, у меня есть англоязычные тексты. Но я не считаю их достаточно сильными, достаточно уверенными, насколько я уверена в своих русскоязычных текстах. При том, что я билингова, при том, что по-английски я думаю тоже. Но просто именно поэтически я думаю, скорее, по-русски. А не поэтипо-со-русски? Это зависит от вдохновения. Если при этом англоязычная муза, то, значит, надо так работать. Но мои музы в основном разговаривают либо на общей индоевропейском с ларингалами и с ларингалами, либо на общей на русском. Вы их отлавливаете? Я их отлавливаю. Все ларингалы у меня в таком сачке, как для светляков. И с логовой с аналами тоже. Я, можно сказать, диссертацию, когда защищала, одним из первых вопросов о моей предзащите было. Так что, Наталья Анатольевна, вы все-таки верите в ларингалы? Вы разве не верите? Вот это надо бы спросить, да, а вы? Так, кто еще? Наталья Анатольевна, можно вопрос? Да. Я встал, что у меня нет. Не, не встал, у меня вас видно. Так, вопрос не о музыке, а о тебе. Сейчас вот мода пошла у роковых исполнителей. Сейчас тут какие-то установки, вот газеты в качок недавно на носке поставили. Который шуб сейчас продвигает. Не, ну Гарик, Гарик вообще как бы человек, Гарик вообще режиссер со стажем. То есть, он давно этим интересуется, он давно этим занимается и очень неплохо в своем деле соображает. Конечно, проект, проект Миши Грашенева, это, ну, человек просто вот прыгнул выше головы и ему это удалось. То есть, это абсолютно был безумный изначально проект. Но Мишка настолько влюблен в Суини Тодда и ему настолько удалось самого себя под это дело перелопатить и всю свою команду тоже, что по факту действительно проект удался очень хорошо. А вы только слушали или выходили? Нет, я только слушала. У меня, к сожалению, не было возможности сходить на представление, но я слушаю, конечно. А вы сами сольные группы, если не хотите, ничего как-то организовать? Я участвую, да, замечу, я участвую, да, я участвую в театральной постановке, пользуясь случаем, пользуясь случаем, называется 7 января, если вы не, если вам нечего делать 7 января, значит, мы все стройными рядами отправляемся в клуб Алексея Козлова на Олимпийском проспекте, фестиваль «Кандри-джем» к Ларисе Григорьевой, Ирине Суриной и всей вот этой, самой компании, который, каковой, я бы даже сказала, фестиваль будет открываться детским спектаклем, где маленькие детки, в том числе вот наши с Натальей Андреевной, да, вот, 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 примерно такие, будут, в каковом спектакле наши с Натальей Андреевной детки будут участвовать в качестве главных действующих лиц, разыгрываться будет, собственно, сюжет вертеп, то есть там будет и царь Ирод, и Мария с Иосифом, и Бетти Жизес, и все это будет происходить под рекомпанемент арфы вот этой вот Натальи Андреевной, и в финале спектакля Сурина Григорьева и Ушея будут петь рождественские песни в кантри-стиле, если приедет Капура из Питера, она тоже будет петь. Много? Много песен? Ну, посмотрим, как дела пойдут, там что-то, 3-5, потому что всем же надо выступить, это же не только про нас фестиваль, там масса народа будет выступать, вот. А по последнему испытанию Вы еще не снимались? Нет, 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 я даже, честно говоря, не знаю, как у них там стоят дела, потому что мне Антон периодически пишет, как бы, ну что, вот у нас прекрасный режиссер, он уже там все придумал, я просто читала, что они, по-моему, искали девушек для силуэтов, для чего-то там для съемок, а остальное нет еще. Ну хорошо, нет, по крайней мере, по крайней мере, меня еще пока никто никуда не привозил, а перед камерой на эту тему не ставит. Хотя, с меня сняли мерки, я боюсь даже представить, что из этого получится. Это из-за угрозы. Да-да-да, призрачная угроза. Ну вот, так, что Вы мне еще такого испыть?